Друзья, мир вашему дому! Всем доброго здоровья! Примерно ровно месяц назад я стоял на этом же месте и рассказывал вам о наших планах по поводу озера, которое за моей спиной. Я объявлял сбор на восстановление плотины. Вот какое сейчас состояние ее. После, может быть, всем известных событий, или не всем, я вкратце расскажу. На какой стадии сейчас у нас вот эта работа и намерения наши. Наши намерения остались в силе. После того, как приехал в нашу деревню всем известный человек, они стали, значит, группу активистов, так скажем, писать жалобы в администрацию, тут в сельсовет. Там наврали или придумали стрекор об этом, что жалобы стали писать по поводу того, что я хотел взять здесь участок, что якобы здесь у них была волейбольная площадка или зона, что это зона отдыха, что они тут играли в футбол-волейбол. Батюшка Лапкин, отец Аким, говорил, что вообще чуть ли не каждое воскресенье тут шашлыки жарит. Ни разу его здесь не видел. Значит, в частном порядке, в частном порядке люди выезжали. На нашем канале есть ролики, где мы, я со своей семьей, с детьми, мы в частном порядке выезжали сюда, да, мы тут гоняли мячик, что-то пекли там. Мало того, что, значит, у моего отца 60 лет было, мы тоже нашей семьей выезжали сюда. Вот, просто в частном порядке, не более того. Здесь никогда не было зоны отдыха, еще что-то. Вот, ну, значит, поскольку они начали писать жалобы везде, администрация, значит, сказала, что создадут комиссию, которая приедет сюда и, значит, ну, оценит все то, что они там говорили, правда это или нет, посмотрят. Вот, поэтому на данном этапе, значит, оформление нашего участка зависло на неизвестно какой срок, но озеро при этом не должно страдать, оно, как бы, здесь ни при чем. Поэтому наш сбор, объявленный сбор на восстановление плотины, он продолжается. Мы продолжаем, значит, собирать деньги всех неравнодушных людей, вот, кто хочет нам помочь. И как мы наберем необходимую сумму, мы, значит, поскольку проект уже есть, мы начнем дело восстановления. Для того, что сделаем один раз и, ну, по-нормальному, значит, чтобы это осталось нашим детям, там, будущему поколению, вот, пускай это останется в памяти о нас, возможно, и мы еще попользуемся, и вообще любой человек, который, как бы, приедет, ну, отдохнуть, да, помянет нас добрым словом. Поэтому озеро мы в любом случае будем восстанавливать, даже если там, я говорю, там с участком получится, не получится. Вот. Теперь предложение у меня, которое я предлагал, значит, здесь, в принципе, ну, чтобы мне как-то должны мне оставаться, как я и хотел, значит, те, кто вложится сюда индивидуально, ну, перечислить там какую-то сумму денег, вот, я приглашаю ко мне в гости. Пожить в деревенском доме, пожить в нашей семье, пообщаться, отдохнуть, там, куда-нибудь съездим, вот, все, все тоже, предложение остается в силе. Поскольку проект уже есть, составлен грамотно людьми, которые занимаются, значит, восстановлением плотин, так скажем, это гидротехники, вот, поэтому мы сделаем один раз, один раз и навсегда, то есть мы не будем делать там тяп-ляп, как-то загрязнять природу, вот, у нас, ну, как обычно говорят, что мы делаем из чего, из чего есть, вот, на самом деле у нас есть, значит, там протока такая, так называемый первый мостик, и там предки наши, значит, люди поставили столбы, там мост был, стоят столбы, до сих пор стоят, им уже больше, наверное, 100 лет, ну, как минимум около 100 лет, вот, они стоят до сих пор в воде, и с ними ничего не происходит, они, значит, по всей видимости, это лиственница, ну, не по всей видимости, она выдержанная в известняке, ну, известняком покрыта, известью, вот, пропитали там или, не знаю, подержали как-то, то есть есть какие-то технологии недорогие, я уверен, что те люди, которые это делали, они были не миллионерами, они были самыми обычными, но они сделали это один раз, и смотрите, уже, я говорю, уже лет 100 точно стоят эти столбы до сих пор в воде, и еще там неизвестно сколько простоят, то есть люди делали на совесть, делали так, чтобы потом другие их благодарили, собственно, ну, как и нужно, наверное, делать, поэтому мы постараемся тоже, все, что в наших силах. Ну, вот мы находимся на предполагаемом участке, как видим, да, никаких следов тут какой-то развлекательной там зоны отдыха, то есть, ну, просто поле до поля, тут ничего, нету ни там, ни каких-то ворот футбольных, ни волейбольных сеток, а если я говорю еще раз, кто-то в частном порядке приходил играть сюда, ну, так и я с детьми приходил играть, и мы не только сюда ходим, и мы ездим на другие озера играть, и на другие полянки ходим, поэтому, ну, как это можно назвать, какой-то зоной отдыха там, мало того, что, значит, мои родители переехали в деревню в 2006 году, вот, и до 2010 года в этом периоде я приезжал сюда в деревню к моим родителям, и, значит, плотина тоже была прорвана, и на этом месте была лужа, была лужа, меньше, чем вот даже сейчас, здесь стояли, вот, как мы видим, да, березы, которые засохли, здесь стояли зеленые березы, зеленые березы, прям с такой, ну, вот, как вот обычная береза, с листвой там, все, и здесь была маленькая лужа такая, ну, вот, какая-то лужа, короче, вот, тут не было никакого, то есть раньше было озеро, прорвало, все утекло, и ничего не было, вот, а потом какое-то время назад, значит, запрудили, точнее, ну, сделали плотину, и там, как-то вот, вот, так-то это все держалось на каких-то соплях, в общем, ну, в последовательности, ну, сколько-то она может держаться, даже если так сделать, а в итоге все равно те же бобры, они и портят, но причина-то как бы не в них, существуют там силы определенные, которые водоизмещение там, или как это, вода давит, вот, а бобры просто усиливают этот процесс, естественно, ослабляют, вода находит место, ну, и все, а дальше уже, понятно, ручеек, и все размыло, вот такие дела. Все, всего доброго, всем добра!